Сочинскую детвору из разных районов города сегодня пригласили в парк имени Фрунзе, организовали там праздник. А ребята показали, как они умеют отдыхать весело и шумно. Поддержать их пришел глава города, который лично контролировал занятость сочинских школьников и работу площадок во время каникул. Хочу сказать, что действительно очень быстро закончились эти три месяца, но они были очень активны для наших ребят. Я хочу сказать, что только на площадках нашего двора приняло участие 57 тысяч наших деток. Они играли в футбол, занимались другими видами спорта, они создавали свои театры, они просто находили новых друзей, общались. То есть лето было очень активное. Ежедневно 147 площадок города принимали около 3000 юных сочинцев. С ними занимались волонтеры, которые прошли специальную подготовку вожатых знаменитого лагеря «Орленок». Я очень люблю детей, мне понравилось с ними работать. Дети радовались со мной, постоянно играли в футбол, я с ними занимался только спортом. Когда мы закончили свою работу, дети попросили у меня номер телефона, потому что очень нас полюбили и теперь будут постоянно нам звонить. В этом году проект «Площадка нашего двора» охватил практически всех детей школьного возраста. Шесть дней в неделю в микрорайонах и селах проходили спортивные, оздоровительные, развлекательные и познавательные мероприятия. В гости к детям приходили и воспитанники военно-патриотического клуба. Они показали элементы рукопашного боя. В свою очередь ребята захотели научиться тому же. Изъявили желание и уже пришли с родителями непосредственно к нам в клуб, записались и уже занимаются. Проведено и много выездных мероприятий. Сочинские школьники побывали в гостях у сотрудников МЧС и Росгвардии, пекли хлеб, катались на лошадях, участвовали в соревнованиях, походах, экскурсиях, театральных постановках. Здесь же в парке Фронзе студия «Кинобратство» снимала ролик о спортивной молодежи Сочи. Здесь же у нас работает профессиональная фотосъемка, где мы снимаем детей для нашей кинобазы. Поэтому мы приглашаем все, мы открыты для всех. И мы очень хотим, чтобы побольше детей обратило свое внимание на такую форму искусства, как кинематограф. В честь официального закрытия проекта «Лето-2018» в парке высадили молодое дерево, ягодный тис, который, как известно, растет многие века. Всего за лето на площадках прошло свыше 5000 различных мероприятий для детей, проживающих от веселого до магрия. Сочинский опыт работы с детьми планируют принимать в других городах Краснодарского края уже в следующем году. Сегодня глава города Анатолий Пахомов наградил благодарственными письмами депутатов, меценатов, предпринимателей, всех, кто создавал материальную базу для занятий с детьми и обеспечивал детский досуг. А президент общественной организации «Лига женщин. Мост. Добра» Елена Пахомова вручила грант на развитие креативных идей при организации работы с детьми. Лига женщин очень поддерживает молодых, смелых ребят, креативных, которые делают добро для наших деток города Сочи. Сегодня благодарственные письма получили также педагоги, тренеры, работники культуры и здравоохранения, сотрудники Управления молодежной политики и студенты. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин